Сейчас уже не очень понятно для чего она нужна, то ли это амулет, то ли дань моде. Согласно эзотерическому течению Каббала, это талисман. Оберегающий носителя от негативного воздействия, а так как негатив может проникнуть в человека с левой стороны, стороны дьявола, то и носить нить следует на левой руке. Легенды о мощном положительном воздействии красной нити существуют у многих народов. В Израиле считают, что она символ нити, которой была обрита усыпальница Рахили, прародительница иудейского народа. У славян богини Лыбеть поведала крестьянам о том, что красная нить убережет от сглаза и принесет здоровье. Древняя ненецкая легенда, говорит, что богиня Невихаги исцеляла болезни красной нитью, повязывая ее на запястье. Североамериканские индейцы тоже верили в магическую силу красной нити богини Грии. Как видите преданий, мифов и легенд на эту тему есть много и все они сводятся к одному, красная нить избавляет от болезни и зла. А почему нить именно красная? Скорее всего, потому что красный цвет наиболее мощный с точки зрения энергетического воздействия, ему покровительствует Марс, считающийся планетой силы и защиты. Недаром наши предки любили украшения красного цвета, бусы, браслеты, красными были и орнаменты вышивки одежды. Красная нить должна быть шерстяной, потому что у наших предков не было других материалов, кроме нитей, свитых из шерсти животных. Впервые амулет был замечен на левом запястье Мадонны, что неудивительно, она является адептом Каббалы. Сейчас подобный защитный оберег можно увидеть на руках наших певцов, музыкантов и актеров. Что неудивительно, они находятся у всех на виду и часто подвергаются негативному воздействию и зависти. Впрочем, такое украшение можно встретить у большого количества наших соотечественников, не всегда знающих для чего его носят, это просто дань моде. Чтобы нить приобрела магические свойства, ее нужно правильно завязать. Для этого нить оборачивают вокруг левого запястья, затем завязывают узел, общее число оборотов составляет семьи узелков, соответственно тоже будет семь. Ко всему прочему, завязать ее должен не абы кто, а близкий человек, возлюбленный или духовный учитель. При этом он должен читать молитвы и просить у высших сил, защиты для вас от всех невзгод. А что будет, если нить порвется, ничего страшного не произойдет. В этом случае нужно повторить ритуал и завязать новую нить, ведь прежняя выполнила свое предназначение и защитила вас от какой-то беды. Понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить публикацию новых видео.